Пятое занятие по линуксу. Будем смотреть процессы и начнет, пожалуй, Олег и расскажет нам более теоретическую. Немного теории, да? Говори, как листанут листанин. Ух ты! В общем, процесс, что такое процесс вообще? Процесс это какая-то программа на стадии выполнения или объект, которому выделено процессорное время? Ну, почти то же самое. Собственно, для описания состояния процессов используется несколько моделей. Для начала самая простая, теоретическая. Модель состоит из состояния выполнения, готовности и ожидания. Выполнение – это активное состояние, то есть когда у процесса выделены ресурсы, и процессор в данный момент выполняет этот процесс. Естественно, ожидание – это пассивное состояние, когда процесс заблокирован, потому что он ожидает какое-то событие, там, ввода данных или освобождения устройства. То есть это некая внутренняя, скажем так, блокировка, то есть когда процесс теоретически может быть выполнен, но ему чего-то не хватает, и он ждет этого. Готовность тоже пассивная, когда процесс заблокирован, но не по внутренним причинам, а по внешним, независимым от процесса. То есть он готов выполняться, но не может и ждет, когда же он, наконец, сможет выполнить. Соответственно, когда он переходит в это состояние. Соответственно, чего он вначале в выполнении, вот он выполнялся, потом ему понадобились какие-то, допустим, дополнительные данные, он перешел в состояние ожидания, ждет. И тут ему эти данные поступили, и он переходит в состояние готовности, он готов выполняться, но время ушло, так сказать. То есть сейчас процессор выполняет какой-то другой процесс, и наш процесс ждет, когда процессор освободится, и он находится в состоянии готовности. Соответственно, состояние готовности может перейти только в состояние выполнения. Теоретически, ну, как в простейшем варианте, одно ядро процессора может выполнять один процесс. Поэтому, когда одноядерная машина, то, соответственно, один процесс одновременно работает. И у нас есть некий планировщик, который периодически выполняет процессы. То есть какое-то время работает один процесс, потом уходит в состояние готовности, выполняется другой процесс, который тоже через какой-то квант времени уходит в состояние готовности. Потом третий, ну и так далее, по очереди они и выполняются. И у нас создается такая иллюзия, что они выполняются параллельно. Хотя фактически нет. Но когда у вас многоядерный процессор, то несколько процессов параллельно могут выполняться. Из состояния выполнения процесс может перейти либо в состояние ожидания, либо готовности. На нашей диаграмме это хорошо видно. Соответственно, когда ожидание, он ждет какие-то дополнительные данные, либо освобождение каких-то ресурсов, а в состоянии готовности, если, ну вот как я говорил, квант времени, выделенный на исполнение, ему закончился, и планировщик перевел его в состояние готовности. Соответственно, более сложная модель. Это модель пяти состояний. Появляются стадии смерти, завершения и рождения, либо создания процесса. Рождение – это, грубо говоря, когда окружение для процесса, то есть перед тем, как запустить процесс, система должна, грубо говоря, подготовить окружение под него. И это процесс рождения. Смерть процесса – это, грубо говоря, наоборот, когда сам процесс уже умер, ну то есть завершился, но окружение для процесса еще не завершено. Собственно, такие процессы, которые вроде бы уже умерли, но окружение не завершилось, называется зомби. Чем нам, видимо, еще расскажет Коля. А вот и нет. Нет, Коля говорит, не расскажет. Не расскажет. Собственно, создание процесса, переход из состояния рождения в состояние готовности, уничтожение, переход из состояния выполнения в состояние смерти. Восстановление из состояния готовности в состояние выполнения. Изменение приоритета – это переход из выполнения в готовность. И блокирование процесса, переход из ожидания в состояние выполнения. Нет, что-то это не то. Переход из состояния ожидания в состояние выполнения. Блокирую. Ну, что-то видно какая-то. Запуск из готовности в выполнение. Да, запуск из готовности в выполнение. Соответственно, чтобы создать процессу, нужно присвоить процессу имя, добавить информацию о процессе в список процессов, определить приоритет, сформировать блок управления, предоставить процессу нужные ресурсы. Ну, то есть, фактически нам нужно получить как минимум идентификатор процесса, PIT, предоставить ему ресурсы. Процесс не может взяться ниоткуда, процесс, запущенный другим процессом, называется дочерний. Соответственно, у каждого процесса есть два атрибута. Это PIT, то есть процесс с идентификатор, и PEPPIT, parent процесс с идентификатор, то есть идентификатор родительского процесса. Собственно, самый главный период – это у нас init с PIT1. Консолька есть? Да. На самом деле мы это уже знаем. Да, мы это уже знаем, но повторение мать заикания, есть как-то PS3. Будущее. Где все хорошо видно, да, что у нас главный процесс, вот и init, ну и дальше там его потомки, потомки-потомков и так далее. Немного практики, да, практика. Ты про состояние процесса будешь рассказывать? Я хотел добавить, на самом деле, ну раз уж ты про зомби состояние рассказал, да, у нас есть еще одно состояние, на самом деле, процесса, процесс сирота, так называемый. Это когда мы убили родительский процесс, да, и родительский процесс не успел завершить все свои дочерние процессы. На самом деле такая тема бывает очень редко, вот, но просто процессы сироты, они сразу же переназначаются главному процессу init, то есть, да, init становится их парент процессом, вот. Ну, как бы, такое состояние все равно есть, и про него могут спросить, и надо знать. Но вот зомби это как бы наоборот, то есть когда родитель есть, и он еще думает, что его потомок жив, а он уже мертв. Про состояние процессов будешь рассказывать? То, что в топе отображается? Ну да, дальше у тебя про топ как раз будет. Всякие R, T, нет. На самом деле про зомби, раз уж мы заговорили, да, можно посмотреть топом, как это все смотреть. Вот у нас, вот они, состояние процессов, он говорит, что всего у нас 70, один в данный момент запущен, 68 в состоянии sleep, один остановлен, но ноль зомби. На самом деле, по-хорошему, если у нас все в порядке в системе, да, то зомби у нас должно быть ноль, там, или совсем-совсем небольшое количество. Если у нас количество процессов зомби растет, то это значит, что у нас что-то непорядное. Что-то вообще непорядное. Что-то с нашей системой. Да, собственно, еще скажу тогда пару слов про то. Состояние sleep, вот, sleeping, это процессы либо в состоянии готовности, либо в состоянии ожидания, да, то есть активное, это running. Столбцы, да, пит, это, ну, собственно, идентификатор, юзер, это пользователь, который запустил процесс. Парни скажу, есть... Приоритет. Приоритет. О, да, кстати, приоритет. Я буду про это рассказывать. А есть еще S столбец. Нет, подожди, nice приоритет. Точно? Н, и. А, по-моему, больше похоже на... Нет. Почему процесс 20? Потому что по умолчанию ноль. Приоритет. Ну, ладно, хорошо. Приоритет расскажет Коля, я расскажу про столбец S, который, видимо, сокращен от стат, типа состояния процесса. Бывает, собственно, вот здесь S, это sleeping, периодически проскакивает R, это running, то есть текущее исполнение процесса. Есть процесс D, это самое, наверное, гадкое состояние, это беспробудный сон, то есть такой interruptible sleep. Когда процесс пит, ты не можешь ничего с ним сделать вообще. Зачастую приходится просто перезагружать, потому что иначе никак. Есть состояние T, когда остановлен, либо трассируется от латчика. Z, это зомби, и бывает меньше, и как-то N. N это с положительным значением nice, меньше это с отрицательным значением nice. Ну, дальше, наверное, продолжит у нас Коля, и если что, я в конце еще дополню. Ура! Да, ну, про топ. Топ, на самом деле, да, по процессам это одна из самых таких главных утилит, которые нам позволяют просматривать, да, процессы, состояние, загрузку системы, очень-очень много информации. Вот, смотрите, когда мы запускаем топ, первоначально у нас идет сортировка по колоночке CPU. То есть, ну, да, максимальное потребление CPU сверху будет. Чтобы переходить по колоночкам, у нас есть, вот я на скринкасте не покажу, а на клавиатуре есть как-то знак больше и знак меньше. Знак больше, соответственно, мы идем вправо, делаем сортировку, знак меньше влево. Это отбедает включение именно сортировки. Да, сортировка по разным столбцам. Вот, сейчас мы отсортировали по PID, user, PR, nice, приоритет, вот это и идем дальше. Так, смотрите, здесь мы еще видим также память, мы видим, сколько у нас всего памяти, сколько у нас использования на памяти, сколько свободно и сколько в буферов находится. Вот, но это один из способов посмотреть память в системе. Своб, если у нас файл подкачки, сколько он, сколько у нас использовано, да, сколько свободно, то же самое. Вот, мы видим CPU, вот статистику, ну вот, интересный процесс, интересный здесь, что, процент WA, ну вот, я хотел рассказать вам, на самом деле, показывает, если у нас этот процент увеличивается, это значит, у нас проблемы с вводом вывода, с I.O. В смысле, загрузка дисковой подсистемы. Да, загрузка дисковой подсистемы высокая, да, процесс ждет, там, и именно упирается, именно в дисковую подсистему, у нас вот этот вот, именно этот параметр начинает расти, вот, чтобы нам посмотреть, вот это вот просто был топ, да, чтобы посмотреть именно I.O., у нас есть специальная программка I.O.Top, I.O.Top. И надо ставить? Да, его надо ставить? Нет, 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 а что, А в нем стоит? Я говорю, это ставим. Ну, если топ стоит по умолчанию, да, то это надо ставить. ну, ну, собственно, для топа есть альтернативы, самые известные, это, наверное, А.Top и Х.Top. Но, преимущество топа в том, что он всегда стоит по умолчанию, он всегда есть. А. А? Продолжение следует... Вот, его ТОП очень сильно похож на ТОП, по факту то же самое, discrete, discrete, бит, вот у нас EO, вот вывод, процент В смысле, кто относительно других процессов или относительно чего? Относительно других, ну как у тебя там процессорное время, так же здесь, только IEO показывает, довольно удобная штука. Так, что там у нас? На самом деле, я хотел рассказать дальше про сигналы. Процессам можно передавать сигналы. Сигнал – это такая штука, которая придумана для взаимодействия между процессами, для взаимодействия между операционной системой и процессом, для взаимодействия между пользователем и процессом. И именно вот это межпроцессорное взаимодействие, сигналы. На самом деле, их довольно большое количество в разных системах, они, мало того, что они в разных системах разные, даже если они в разных системах одинаковые, ну в смысле название, да, они могут вести себя по-разному. О, да, вот, я на этом наткнулся, сейчас расскажу, покажу на примере. Вообще, у нас есть так называемый стандарт POSIX, наверное, все знают, да? Сигналы есть во всех козик-совместимых системах, да, но мало того, что они по умолчанию себя ведут по-разному, мы можем эти сигналы еще переопределять, какие-то процессы могут какие-то сигналы игнорировать, по-своему на них игнорировать. Единственный процесс, который может игнорировать вообще все сигналы, то, что мы ему посылаем, это инид. Ну вот, на самом деле у нас есть самые, сейчас покажу, так, где у меня слайды. А, вот я, ну, про управление процессами, это я уже все сказал. А, NICE RENICE, да, раз уж, ну так, все, вернемся потом к этому слайду. Смотрите, я выделил несколько процессов, на самом деле в CentOS их 64 процесса всего, ну вот, где-то больше, где-то меньше, а, сигналы, сигналы, да, 64 сигналы, смотри, сигналы можно посмотреть, Q-L, 64, в MACC будет MACC меньше, 31, видно там, да, 31 сигнал, вот, и мало того, что они, как бы они разные, они вот для разных систем, даже если они похожи по названиям, да, А в DB, извините, они в DB они тоже 64 оказывают. Да, тоже 64 оказывают, вот, сигналы посылаем у 3DKILL, вот, ну, если мы, как пользователи, да, системы, как администраторы, вот, у меня там все пишут, запокойтесь, вот, указываем синтакси скилл, номер сигнала и пит, процесс ID, да, вот, по умолчанию у нас посылается сигнал 15, ну, когда говорим kill, да, и пит, kill, какой-то там процесс, 15 сигнал, 15 сигнал, это сигтерм, это называется, типа, пожалуйста, завершись, ну, такое вежливое обращение, да, пожалуйста, завершись, процесс потихонечку закрывает все, сохраняет свое состояние, сохраняет там какие-то открытые файлики, вот, и спокойно закрывается. Это, конечно, не всегда возможно, если процесс там завис, или очень большая нагрузка на систему, он очень-очень долго завершается, мы хотим его быстренько прибить, у нас есть сигнал SIGKILL, или 9, вот. То есть, в идеале, изначально пытаться убить 15 сигнал? Да, просто делаешь kill и пит, да, 15 сигнал, это самое, самое хорошее, это стандартное завершение процесса, вот. Сигнал SIGKILL не может быть перехвачен, не может быть проигнорирован, и процесс при получении этого сигнала не может сделать какие-то действия, да, он должен сразу, опа, и все, типа, завершится. Ну, вот. Конечно, его рекомендуется в самых таких жестких случаях. Так, у нас есть еще сигнал SIGKILL, который тоже довольно интересный, он предназначен для, он просит процесс перечитать свою конфигурацию. Типа reload, да, reload, он не завершает процесс, а говорит, перечитай конфигурацию, но тоже с ним надо быть аккуратным, потому что в каких-то системах он просто делает kill процесса. И вообще по умолчанию все сигналы, которые, вот, все эти 64% сигнала, да, которые мы передаем, да, если на них ненавешанные какие-то действия, они убивают. Вот. С разными способами? Немножко. Нет, они, вот, хороший вопрос, но процесс, мы можем послать, например, SIGHUB, да, если он не определен в процессе, как reload, ну, типа, не обрабатывается как-то дополнительно, то процесс убьется. То есть эта программа должна уметь реагировать на этот сигнал в определенном уровне? Да. Вот. Вот я сейчас покажу это дело на процессе, на сигнале SIGUSR1, на номер сигнала 10. На Apache? Нет, на DD. Смотри. У нас есть два так называемых пользовательских сигналов, которые, на самом деле, мы можем конфигурировать сами, вот, и которые используются, например, вот, у нас есть утилита DD, вот то, что я обещал показать, примерчик-то, да. Вот, и когда мы начинаем DD, DD что-нибудь копировать, мы хотим, она нам ничего не показывает, ну, наверняка многие пользуются, да, Олег, пользовался, ничего не видно. Ты знал про такую штуку, да, что делаешь KILL-USR1, вид DD, и она тебе показывает процесс. Не знал? Вот. Ну, вот, это вот один из способов, ты можешь... Что она показывает? Процесс. В смысле, сколько процентов у тебя завершено, сколько это... Ну, вот. Можно, вот это первый способ посмотреть процесс. Второй способ запихнуть это... Программка есть такая PV. Да. Ну, вот. Обычно она не использует. Пайп, как она правильно, Пайпьюер, да? Не знаю. Вот у меня тут есть тестовая... Контропис. Воу. Вот, смотрите, мы... Видно? На видео должно быть видно нормально. Да, наверное, бери в конце. А, кстати, не получится здесь по-другому, блин, в Макосе. Вот. Копируем из dev random в dev null. Да, ну, это специальные файлы устройств random, рандомные. Мы, по-моему, как-то говорили в предыдущей лекции. Не помню, ну, рандомный, рандомный, как-то, не знаю, поток данных, случайный поток данных. Dev null – это корзина, типа, можно сказать, да? Там все туда. В пустоту. В пустоту. Черная дырака. Да. Утилита PV просто показывает, вставляется посередине пайпом, между пайпами, да? Вот. И показывает процесс выполнения. По TRB, если честно, я не помню, как это переводится, все эти параметры, да? Я просто запомнил – PV по TRB. Вот. И у нас получается вот такая красивенькая картиночка. То есть можно прямо запихнуть у нее выходной поток DD? Из нее вывести выходной, так сказать, поток DD? Да. И она показывает тебе, сколько скопировано, время выполнения получается, скорость, и вот такой вот красивенький ползунок. Там у нее очень большое количество A. Здорово. Да, большое количество на самом деле у нее параметров. Давай, CTRL-C. Хочет. Вот. По умолчанию, смотрите, вот DD, вот если сделать. IF-OFF. Вот. Она копирует, но нам ничего не показывает. Ну вот, смотрит, соответственно, вот давайте на примере сейчас CentOS. Я покажу, как с этими обращаться с KILF и посылка сигнала USR. DD, input file, dev random, random, output file, dev null, отправляем ее в бэграунд. Она где-то там что-то копирует, да? Ну, можем посмотреть процесс, номер процесса. Ну, во-первых, мы сейчас видим, да, что она в бэграунд уководится. Также мы можем, например, удобно, вот я пример хороший нашел, DD-PIT, то есть задать переменную и указать вот так вот, восклицательный знак. Вот эта штука нам выведет PIT предыдущего процесса. И теперь мы посылаем сигнал KIL, сигнал USR-1. Смотри, что происходит. KIL. USR-1. DD-PIT. А? PIT. Пять и пятка. Так, KIL USR-1, DD-PIT. Пожалуйста. Вот он показывает тебе состояние. То есть это можно сейчас запихнуть в FODGE и смотреть в REALTIME. Да. В очередь, ну или просто так вот, да, время от времени ему выводить, показывать. КИЛ-1. 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 И, соответственно, если, ну, то, что, видимо, не определен, да, в DD, как я и говорил в начале, да, посылая сигнал, он завершает процесс просто. Вот небольшой примерчик, работа с процессами. Так. Где там наши? Смотрите, посылать сигналы мы можем в программу КИЛ, как мы уже показали. Программа КИЛАУ удобнее чем? Удобнее тем, что мы можем указать имя процесса. Даже один процесс может открывать много-много так-то под процессов с пидами, да, там с разными. Соответственно, нам будет неудобно это делать, мы можем указать просто Firefox, и все, там, или Chrome, там, Chrome особенно, да, любит, там, на каждой вкладочке, там, по процессам заводить. Вот. Дальше у нас есть утилита P-KILL, тоже довольно удобная штука, вот, ну, если честно, я не особо пользуюсь, но удобно тем, что она умеет по паттерну, да, мы, например, ну, какую-то, мы помним, там, часть названия программы, да, вот, и мы можем написать сюда, да, там, вот это именно часть программы, часть названия, да, и она ее завершит. Но здесь, конечно, есть, так как она ищет по части имени, да, есть подвох, что под это как-то регулярное выражение попадет несколько программ, поэтому ее рекомендуется с помощью P-GREP проверять. То есть мы сделали P-GREP, имя, вот это, да, то, что мы помним, посмотрели, что да, это вот оно, вот, и сделали уже P-KILL. Вот. Такая вот маленькая рекомендация. Вот. Но это бывает интересно, ну, к сожалению, я не подготовил сейчас этот, например, можно сделать, ну, в смысле, пример, как бы, да, визуально не подготовил. Очень забавная тема получается, например, с OpenOffice, там, или с LibreOffice, да, когда тоже вот LibreOffice открывает, открываете вкладочку, открываете сам LibreOffice, у него создается парочка процессов, и именно сами процессы, они не называются LibreOffice. Как бы, если вы сделаете, там, KILL или KILLOL LibreOffice, он скажет, я не знаю, что это такое вообще, что это, потому что у него именно, ну, как процесс по-другому называется, но при этом вот LibreOffice у него присутствует в пути, вот, и когда мы делаем P-KILL LibreOffice, он понимает, что нам надо убить вот эти вот все, и он его нормально завершает. Можете попробовать, там, на каких-нибудь тестовых виртуалочках. Так, тогда возникает вопрос, да, как нам узнать PID-процессы, если мы все время по PID-у обращаемся. Конечно, самый простой вариант, это, как мы уже видели, топ. Топ показывает PID-процессы, вот, по PID-у мы можем подсорсировать, вот, ну, здесь не совсем. Самый топовый, да, да, неудобный, неудобный, вот, у нас есть программка, на самом деле дофига этих программ, да, очень много способов, как мы можем это вычислить, есть также P-S, процесс, как она переводится? P-S, вот, она уже тут что-то показывает, я помню ключи AU. Минус, минус. Можно С, можно без. Вот, кстати, вот эти вот буковки, то, что Олег говорил, да, тут хорошо видно, с плюсиками, с минусиками. Статус. Вот эти PID-ы, все показаны, да? Ну, можно гребнуть, там, по какому-то, не знаю, вот, крон-д, например. P-S, аук, греб, крон. Вот они, вот они, PID-ы. А есть P-GREB, например? Есть P-GREB. Только я не помню, я P-GREB-ом не пользуюсь. Ты понимаешь, какой-нибудь ключик? Название. Попробую, да, название. Вот. Ну, вот. Вот, она показала, да, вот, только не совсем, ну, видимо, надо какие-то еще ключи. Она показала то, что подходит под этот, под паттер, да, под регулярку, под эту. Так, где-то у меня еще было написано. P-S, топ, P-GREB, а еще прикольно, я когда готовился, узнал, и есть такая программа. Вот, это, жилитка PID-ов. Забавное название, да. Да, где-то встречал. Вот. Здесь его уже более четко, да? Да, это чисто для узнавания PID-ов. PID-ов, это имя процесса, конкретное, да, название. Не, оно тебе показывает, да, процесс. Так, ну, в смысле, PID-процессы, да? Только ты, если знаешь его название. Да, да, если знаешь. Ну, если ты не знаешь, можно посмотреть либо топом, либо P-S, и вот вывод весь посмотреть, да? А? PID-ов. PID-ов, если ты знаешь часть названия. Ты можешь вообще забыть, что ты, что ты помыщешь, что-то такое, что-то я такое там ищу. Так, дальше, слайдики. Предыдущий слайд хотел сказать чуть-чуть. Три условия. Ну, так, по CPU процессы, да? Ну, мы можем смотреть, сколько процесс потребляет CPU. Мы можем сделать ему re-nice и можем сделать ему kill. Смотрите, у нас, если... Да, мы просто смотрим, если он правда должен, если мы знаем, что это такой процесс, который правда много потребляет CPU, но нам как бы не надо, чтобы он там все забирал в CPU. Мы можем сделать ему понижение приоритета, соответственно, он будет уступать ресурсы процессора другим, вообще ресурсы, в принципе, да, свои, потому что он приоритет процесса самого, ресурсы будет компьютера уступать другим процессорам. Если мы знаем, что он не должен столько потреблять ресурсов, да, если столько CPU, делаем kill. Все, все понятно. Рам, то же самое. Проверяем потребление памяти, потребляем swap, если что-то неверно, делаем kill. С памятью тоже есть забавные штучки. Например, процесс может потребить... Ну, есть такая штука, называется утечка памяти. Да. Знаешь, да. Вот. Она всех печалит. Она всех печалит. На самом деле, мне кажется, по большому счету мы как с админы не можем ничего с ней сделать, правильно? Это потому что это, ну, скорее, недосмотр какой-то, да, там, опечатки программистов, типа того, да, что они не чистят память, и в какой-то момент, если у нас долго-долго запущена программа, да, начинается такая вещь, что она много-много памяти жрет. Просто ни с того, ни с сего, как бы, да. Мы можем только как-то попытаться управлять потреблением памяти. Да, да. Вот. Соответственно, если мы видим, что она начала много памяти жрать, можем просто ее перезагрузить. Kill и запуск сделать заново. Вот. По I.O. Можем проверить white time. В топе мы видим, да. Опять же, то же самое, если что-то, что мы видим, что потребление, ну, процессы ждут вот эту вот I.O. Идем в I.O. топ и смотрим, что у нас там не то с дисковой подсистемой, да. Кто отожрал всей I.O. все. Вот. Ну, это как такой мини, как это называется, трабляшутинг. Да, да, трабляшутинг. Мануал под трабляшутинг. Да, да, да. Ну, это все процессы, да. Вот. Что там дальше у нас? Дальше у нас идет команда nice. Вежливые процессы. Смотрите, у нас есть команда nice, команда re nice. Командой nice мы можем запустить процесс. Указываем nice, минус N, приоритет процесса и команду. Дефолтный приоритет у нас ноль. Как мы видели в топе, да, у них у всех вот nice ноль. Вот. Если мы знаем, допустим, какой-то там долгосрочный бэкап, да, у нас делается, да, или какая-то там система, ну, какой-то процесс, который там, по идее, отожрет много ресурсов, да, но он нам не очень как бы важен для нас, да. Мы делаем ему самый минимальный приоритет и пускаем он там потихонечку это делается. Вот. Команда re nice его меняет, этот приоритет. Вот. Мы можем менять приоритет либо командой именно re nice. Ну, re nice. Сейчас, я на это записываю. Минус N, значение приоритета. И что там у нас есть? Крон D. Я вот запомнил. Крон D. Не хочется. А, ID. Процесс ID у нас 10.32. Вот. Теперь можно посмотреть. Покажет? А, нет, не покажет. Дегреп, ну, че, кажется. Только здесь не... Я уж сам не помню. Дегреп убрать. Здесь нет. А, надо... W. Я не помню. Нет. Давайте еще что-нибудь добавим. Ну, тогда читаем маны. Nice. Процент N. Процент N. Что там? Фарфат. Ты можешь сам сферами. Фарфат. А, его... ПСЕО? Вот, вот здесь. Сайс. Видишь, что это такое? Фон, внизу, и на штанок. Где? Приорити. Приорити. А, наверное. Воу. Наверняка, ж, должно быть. Что ж такое? Наверняка ж, должно быть. Да. 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 Ну, может быть, F он и показался. Extra F. Да. Ну, с F нет. Поправо. Наверняка не так пишется. А если там так? Ну, наверное, как-то не можно. Минус Е. О, процесс. Да, как-то примерим. Найс. Воу. Ага. Смотри. Найс мы у нас получили. Натальше. И нейм надо еще. Пит. Пент. 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 Команд. Ну? Комп. Комп? Причем так пишется. Процентик. Ну, процентик. Скопирую из мана, не научится. Процент C. А, в кавычках. Вот он. Вот он. Вот он. Только он еще добавит. И гребнет потом. Давай, сюда. Цент. А мы сразу видим, вот, на десятке. Что мы задали? Кром D. Разобрались. Интересно. Мы знали, что можно по С самому делать. Я не знал. Формировать вывод. Вот. Ладно. В общем, мы видим, да? Кром D. Десятка у нас. Динайс. Минус N. Пятнадцать. Пожалуйста. Пятнадцать. Пятнадцать. Смотрите. Вот, приоритет процессов в Линуксе и приоритет процессов в Винусе, в Винусе тоже есть. Но, на мой взгляд, в Винусе сделано более логично. Более по-людски. Более человечественно. Если мы делаем ему там NICE-15, то есть, ну, мы понимаем, у нас будет так, как плюс и минус, да? Если мы делаем NICE-15, то есть у него приоритет плюс пятнадцать становится. Высокий приоритет. Если здесь мы делаем NICE-15, да, вот как сейчас, это низкий приоритет. Как бы задом наперед. Не совсем логично. Смотрите. Я нашел две штуки, когда пока готовился, на самом деле, нашел, как, две таких запоминалочки, типа, да, как можно запоминать все это дело. Вот. К примеру, можно запоминать как? NICE- это что? Это хорошесть процесса, да? Ну, если по-русски перевести, одно из переводов – хорошесть. Типа, когда мы делаем минус NICE, то есть, мы уменьшаем хорошесть процесса, то есть, он становится более плохим, более жестким, то есть, он больше ресурсов потребляет, он остальным не отдает ее. Как бы вот так вот, да, если мы говорим ему плюс десять, да, допустим, NICE, ну, в смысле, NICE минус N десять указан, да, мы хорошесть увеличиваем, он такой, да, 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 пожалуйста, забирайте ресурсы, да, так начинаем делиться. Да, начинаем делиться, как бы, хорошесть увеличилась у него. Это один из способов запоминания, да. Второй способ запоминания CBT-наггетс. Я заодно прорекламирую там, ну, это видеокурсы, вот, я вот оттуда у них взял. Тоже забавно, что можно запоминать вот как, мы говорим ему минус двадцать, и представляем, что минус двадцать, это как бы мало, маленький, тоненький, худенький человечек, да, но при этом он как бы, он быстрый, шик-шик-шик там, все носится. Стандартный ноль, это, ну, так, обычный чувак. Если мы говорим ему плюс десять, то он такой, вау, кухляк, который еле-еле ходит, вот, типа Санта-Клаус, который еле шевелится, типа того. Ну, вот, увеличиваем, как бы мы увеличиваем, он увеличивается в размерах, да, и, соответственно, более медленнее становится, да, более медленнее. Второй способ запоминания, можно, ну, как, кому удобнее, да. Вот, может быть, да, с Санта-Клаусом удобнее. Удобнее, как бы, больше, значит, медленнее становится. Вот, смотрите, это команда Nice и команда Renice. Вот, кстати, Renice, интересно, может так? Сейчас, секунду, как мы там, где мы там, Renice? Renice минус, где там, Renice... ...минус 15, если бы показать. А, нормально. А, если Nice? Сейчас мы его убьем, сейчас, секунду, 10, 32. Да, нету. Nice 10. Он D. Давай, давай, крон, 17 секунду. Видео, крон. Пытка, наверное, надо, как крон, да, не прошу. Чего, он так не хочет, что ли? Нет, конечно. А, нет, вон, вон, везу. К крон, да, да. Да, видите, вот подстава-то, подстава-то в чем? Мы его запустили в минус 10, да, а у него получилось 10. То есть оно чуть-чуть тоже, это, ну, как бы такая, как-то, как-то, как называется, атовизм. Это атовизм, который идет со старых систем, да, вот как, я сейчас ошибался, PS-Aux писал, да, хотя Олег говорит, что минус можно не писать по новым системам. Это вот минус, он именно в старых системах, как бы, да. Пока это значит не минус, а параметр. Да, 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 параметр. Если мы хотим ему на самом деле сделать, сейчас давайте еще раз его убьем. А, подставить уже не 10, 32, потому что 14, 53 в каком-то время. Так, что? Так, и если мы прямо вот хотим так его запускать, да, там мы два минуса должны указать. Тогда он запустится сейчас на самом деле с минус 10. Ну, как бы, минус, минус 10. Вот, ну, по-хорошему, на самом деле лучше это все не запоминать, а просто говорить ему минус N, да, nice, nice, и уже то, что мы хотим указать. Либо плюс 10, либо вот так вот минус 10 писать. И все, проблем никаких никаких не будет. Вот, с этими минусами не надо, вот это не надо запоминать. Вот, забудьте и вырежьте Ctrl-C, Ctrl-V. То есть Ctrl-V, Ctrl-Z и все, ну, как-то. Так, что еще хотел рассказать? А, забавная ситуация. Смотрите. Забавная ситуация стоит, сейчас мы все это под рутом делали. Вот, рут, конечно, там он может куда-сюда, там все это менять, убивать, там, тролевали. Давай, давай, походи. А, да, сейчас, у меня, по-моему, здесь есть, вот я обычный пользователь. У меня есть, что у меня там есть, о, какое-нибудь мое. А, все, рут, 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 фасфикс, ник, вот башня. Давай это, что бы такое запустить? Процесс надо запустить. От меня. Топ. И в background его мы. Че, стоп. Вот он. От меня запущен. PS, E, O. Так, сейчас бы вспомнить. Bit, Nice, He, да. Стоп. Nice у него сейчас ноль. Смотрите, из-под обычного пользователя мы можем сделать что? Для своего процесса. Понятное дело, да, что мы можем менять свои процессы только под пользователем, под обычным. Не можем вмешиваться в другого. Мы можем сделать Renice, например, вот так вот, 5 и 1487. New Priority. Задали. Топ, 5 приоритет. Понизили приоритет, да? Больше число, более пухлый, медленно находит. Хотим вернуть обратно, как было. Ни хрена. То есть свои процессы мы можем, даже свои процессы, да, мы можем только уменьшать приоритет. Мы не можем повышать. Повышать вообще никак. Повышать вообще никак. Но это, видимо, защита такая, да, чтобы мы не могли там, наверное, больше нуля сделать, а они почему-то вообще скажут, нельзя повышать. Ну, такая маленькая особенность, да, вот я наткнулся, пока готовился к коллекции. Определенная логика есть. Топсы, там, еще что-то такое. Память. Ну, вот увидели, да, что мы, там, да, памяти у нас мало, употребление растет, что-то купить больше памяти. Память сейчас, ну, относительно дешевая, конечно, там сейчас уже цены вырастут. Тонкая настройка процессов, в смысле, тюнинг процессов, вот это вот управление nice-ly-nice, слежение за процессами, кто сколько жрет, типа должен или не должен он сколько жрать, запускать как можно меньше процессов, то есть на боевом сервере не надо там майнить биткоины, там, еще что-нибудь такое. Только если он предназначен для майнинга. Да, 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 хорошее замечание. Еще интересная штука, вот, наверное, не все знают, это есть две штуки такие, the RAM и the swap. А если у нас не хватает оперативочек, да, смотрите, the RAM что делает? The RAM или z-ram, да, создает в памяти блочное устройство. Вообще, смотри, начнем издалека. Что у нас происходит, когда не хватает памяти? Свопится. На диск, в своп, вот, выгружаются страницы памяти на диск, диск медленный, все это очень медленно происходит, мы не хотим этого, вот, мы пытаемся, да, добавлять памяти, процессы, там, туда-сюда, убивать процессы лишние, все. Потому что, ну, положить своп, достать со свопа, как бы, это очень-очень медленно. Смотрите, технология the RAM создает в памяти блочное устройство, своп, с сжатым виде. Сжимается LZ-алгоритмом. Ну, LZMA там есть, да, вот эти вот. И получается у нас, что, с одной стороны, мы кусочек памяти как бы отъедаем под это блочное устройство, но, с другой стороны, нам это позволяет, что, сюда запихивать страницы памяти, которые выкачиваются в своп, да, и сжимать их. То есть у нас, получается, выгода в чем? Ну, мы, по факту, мы... Чуть-чуть расширяем оперативную память. Чуть-чуть расширяем оперативную память, да, мы меняем процессорное время на оперативную память, по факту, да, у нас процессорное время мы тратим на упаковку, распаковку, вот, но при этом, конечно, мы, это, нагрузку на диски снижаем, память оперативная, даже при том, что оно, все это сжимается, но работает все равно быстрее, чем операции дискового ввода, вывода, да, вот, и по факту это делает более, а, все равно быстрее, все равно быстрее, вот, и позволяет делать более такую отзывчивую систему, я даже как-то помню, год назад когда-то узнал об этом, тестировал, тестировал, тестировал это я, когда-то узнал об этом, и на виртуалочке, когда у меня система подвисала, без свопа, ну, я там запускал много-много всяких вкладочек, там, еще что-то, я уж не помню, и, ну, мне удавалось ее повесить, она совершенно не отзывчивая становилась, да, и убивал только ее, вот, когда я включил, а, Zeram, Zeram, sorry, я про Zeram сейчас говорю, вот, когда я включил Zeram, он ставится вообще в Ubuntu, там, просто apt-get install, Zeram, ну, надо посмотреть, как пакет называется, настраивать вообще ничего не надо, он сразу ставится, там, все, ну, вот, в одну команду поставил Zeram, все, мне после этого не удалось, мне не удалось достичь того, что система, она все равно была бы отзывчивая, вот, как бы, это, наверное, надо очень-очень много всего запустить, чтобы, вот, у нас есть похожая технология Zswap, здесь дело немножко в другом, Zswap позволяет нам что сделать, она, своп, раздел свопу подкачки у нас все равно есть на диске, в памяти он ничего не создает, но при этом он старается прямо страницы памяти сжимать, и эти сжатые страницы выгружают уже в своп на диск, то есть все равно он уменьшает IOPSE, вот, но, как бы, здесь минус в том, то, что у нас на диске все равно своп должен быть, вот. Zeram очень часто любят использовать в мобильных устройствах, в андроиде, есть даже специальные, специальные, не знаю, сейчас вот в каких-то новых андроидах он есть из коробки или нет, но есть даже специальные, там, ядра, которые позволяют тебе, да, там, этот Zeram включить, вот, и, соответственно, у тебя там что-то будет быстрее шевелиться, вот. Вот, эти технологии уже, ну, в ядрах, в новых они уже есть, вот, даже, я так версии не записал, но, в общем, они уже довольно давно есть, как бы, это не такие, не то, что там, вот, прям, суперновые, да, вот, в Ubuntu очень просто ставится, в Debian и в CentOS, не знаю, в CentOS не очень просто, вот, вот, ну, CentOS, потому что он такой более консервативный, конечно, да, вот, а в Debian, не знаю. Ядра 2.6. Да, вот, в общем, такие вот две штучки интересные, я думаю, будет полезно. КСМ. Что? КСМ. Что это? Я не помню, как расшифровывается, не могу детально рассказать, но это система дедубликации памяти. А, то есть, когда, если она определяет одинаковые блоки памяти, и если они одинаковые, то она хранит только один блок памяти, и, соответственно, ты, грубо говоря, виртуально увеличиваешь агенцией оперативной памяти. Но если у вас в памяти хранятся, ну, не одинаковые блоки памяти, очень разные все, то вот этот КСМ, он может начинать очень сильно употреблять процессор, потому что пытается все дедублицировать, а оно не дублицируется, вот, но в определенных ситуациях оно может очень сильно улучшить ситуацию в памяти. Интересно нам будет почитать. Скинь ссылочку, потом в группу нам. Так, дальше. А, все. Про Йопсы я ничего не написал. Вот. Случайно слайд сзади затесался. Так. Наверное, все, на самом деле, что я хотел рассказать. Такая у нас часовая лекция. Олег, ты расскажешь нам про кейс использования Nice или Nice, что-нибудь такое? Ты хотел еще добавить, кстати, что-то. Я не уверен, что я могу рассказать что-то про Nice или Nice. Опять же, я могу только сказать, что если у вас боевой процесс, а вам нужен сервер, а вам нужно выполнить какой-то длительный процесс, там, не знаю, проверку сайтов на вирусы. Чтобы это не мешало основной задачи сервера, можно сразу запустить процесс с низким приоритетом, да, с приоритетом 19. На ночь, например, оставить и с утра прийти и получить свои результаты. Ваш сервер будет более-менее нормально работать все это время. Ну, это вот единственное, что я могу добавить. Можно немножко поиграть в состояние, немножко вернуться к началу и поиграть немного в состояние процесса. Консольку можно? Пожалуйста. А, только с удовольствием. Ну, интересно. Мы можем создать небольшой, небольшой программку на Барши, с которой потом немножко поиграть. О, хардкор. Да, да. А там нету, наверное. Ну, как же так? Яй. Ага, нет. Опять. Собственно, интерпретатый наш. Шбэнк. Штамбин. Нам нужен, в общем-то, процесс, который бы работал долго. То есть, бесконечно фактически. Он, в общем-то, и, в общем-то. Вот. ну собственно мы его сейчас запустим и где-то я где-то скобочки где там девайл ну да вот здесь двойные скобки должны быть окей там наверно устаревшим пример да что так нет так можем сделать еще одну вкладочку консоль еще да хотя в таком виде нормально на видео будет по подключиться к машинке пожалуйста ну в общем то вот этот процесс немножко у нас не получился спит как мы можем видеть а вот сейчас если мы вернемся сюда мы можем в бэкграунд здесь просто вставить ctrl z мы сделали смотрим состояние состояние изменилось то есть на т от этого у нас процесс остановлен мы нажали ctrl z и остановили процесс и он установился ctrl z то что посылает просто сигнал это один из вариантов посылу сигнала в процесс собственно так что то я пропустил ctrl z получили т теперь попробуем его убить давайте убьем наш хц сам его и так нужно сделать фг теперь видим ctrl z не получается сделать ctrl z придется убивать вот и он у нас убить отлично теперь мы хотим его немножко изменить и поставить перед вайл слип то есть мы его заранее за заснем кажется так пока он уснул я еще посмотрим а ну он у нас и так видимо нормально не работал поэтому он у нас с то есть он состояние ожидания готовности чтобы сделать зомби это немного сложнее мы не будем этого делать но зомби то есть нам нужно запустить родителя который породит потомка потом нам нужно убить потомка еще до того как родитель будет проверять его состояние такой хитрый способ ну и соответственно тогда будет тут буклочка не s а z ну и в общем то это все что я хотел еще немножко добавить видимо на сегодня все всем спасибо что слушали наш видео каст потому что сегодня почти никто не пришел а кто пришел там он гигантский спектр его жуха ну все счастливо дорогие телезрители спектр его жуха на Продолжение следует...